Татьяна, у меня вопрос. Кому прошла идея создания Покровского питомника? И почему Покровский? Оно родилось неожиданно. То есть, когда мы стали активно работать, ну, надо какое-то название. И, значит, оно летало в облаках, то так, то так, все это было плохо. И потом оказалось, что место, где находится питомник, Шапки, оно раньше называлось Покровским. Поэтому мы назвали его Покровским, но почему-то все его ассоциируют, что мы как-то к религии относимся. Я не знаю, что это было говорить. Все нормально. Насколько я поняла, у вас есть бизнес-партнер, да? То есть, вы не одна ведете питомник, вы ведете его с подругой. Ну, скажем так, питомник веду я одна, но поскольку питомник у нас, это, так сказать, подспорье наше, вот, у нас основная наша деятельность – это ландшафтный дизайн. Мы им занимаемся, озеленяем территории, благоустраиваем. И вот Ирина, она является моим партнером, но она является, так сказать, боссом, который делает проекты. Вот, а я уже их внедряю в жизнь. А питомник, он нам помогает это осуществить, поскольку мы там выращиваем посадочный материал. То есть, каждый удачно занял свою нишу. Но это всегда интересно, потому что очень часто люди, которые вместе начинают, потом так или иначе разбегаются, да, и дело всей их жизни такой, получается, подвисает как бы в воздухе. Поэтому это такой интересующий меня, на самом деле, вопрос, больше связан с этим. А скажите, пожалуйста, почему розы? Почему не земляника? Почему не плодовые? Я знаю очень много, кто пытался в Ленинградской области выращивать хвойные. Почему именно розы? Вот розы все боятся. А вы не просто не боитесь их проектировать, а вы достаточно так смело заложили, ну, пускай не все 4 гектара, да, но как минимум 2 гектара у вас под, ну, такую очень пограничную культуру. Розы. Почему розы? Ну, на самом деле, когда ты приезжаешь на участок, хвойные – это очень красиво. Но со временем это надоедает, потому что эта зелень однообразна, она наскучивает, и хочется что-то ярких пятен. Вот. И кто как не розы, могут это сделать. На самом деле, когда я еще не занималась розами, я думала, что розы – это что-то такое, не знаю, хрустальная ваза, которую надо беречь, которую надо растить в теплице, и так далее. Ну, вот. И, ну, потом, даже, не знаю, как-то случайно какие-то попались розы, которые каждый раз нас радовали. То есть, вот, мы закупили партию роз, и они растут, и цветут в нашем… Ну, и началось с того, что мы их посадили у себя в питомники, чтобы как-то привлечь людей. То есть, они приходят смотреть, у нас там выставочная зона красивая, и хвойная, ну, посмотрела на туйку, ну, подросла она за год на сантиметр. А на розы можно любоваться каждый день. Сегодня у него почки набухли, завтра у него цветочки распустились, после завтра там еще что-нибудь, там плодики появились. И вдруг мы поняли, что действительно это так красиво, и многие розы не требуют вообще никакого ухода практически, кроме как обрезать, укрыть их, подкормить, полить. И случайно судьба нас свела с одним из розоводов в Латвии, который, в общем-то, мало того, что заставил нас полюбить эти розы, плюс он научил нас их создавать. То есть, вот из двух палочек получается розочка. Ну вот, мы у него обучались и стали прививать розы. Мы делаем прививку зимним методом черенком. Для этого, значит, осенью мы срезаем черенки, которые храним по определенной температуре всю зиму, и там же храним по двое. Значит, для этого мы подготавливаем череночки. Разрезаем на кусочки, чтобы в каждом кусочке была почечка. Удаляем шипы. Делаем срез под почечкой. Теперь подготавливаем подвой. Подвой должен быть проснувшийся. Вот у него уже появились листики. И даже, вот если обратите внимание, появились маленькие белые корешочки, говорящие о том, что он жив и уже начал себя хорошо чувствовать. Обрезаем верхнюю часть подвоя, оставляя шейку, в которой мы будем делать прививку. Кору разрезаем. Поскольку подвой уже проснулся, то кора очень хорошо и легко отходит. За кору вставляем череночек. Он входит и очень крепко держится. Нам нужно его еще раз зафиксировать, для того, чтобы случайно не задеть и чтобы он лучше приживался. Вот, это уже получилась розочка, которая будет развиваться. Вот с этой почечки пойдут листочки, цветочки. Привитые череночки мы уложили в ящик и закрываем их плотненько, где-то примерно на 7-10 дней. В этот момент начинается просыпание почек и нарастают корешочки беленькие. Сейчас я вам покажу в другом ящике. Вот, вот этому ящичку уже несколько дней. Если вы обратите внимание, то вот уже проснулись, и даже пошли в рост росточечки. Вот уже листики скоро будут разворачиваться. И начали активно функционировать корневая система. Видите, пошли белые корешочки нарастать, питательные. Значит, и когда через пару дней эти росточки мы будем пересыпать грунтом, чтобы они уже начали привыкать к земле, скажем так. После того, когда начали появляться белые корешочки, проснулись почечки, мы уже видим, какие прижились черенки, какие нет. Те, которые прижились, мы высаживаем в грунт специальный для роз, для того, чтобы они начали развиваться постепенно. То есть они должны достигнуть определенного уровня и пройти этапы прививки примерно 21 день. Вот, и буквально через неделю вот она нарастает вот такая вот уже зеленая масса. Уже видно листочки, какого они цвета. И практически можно определить, чуть ли не сорт. Еще через какое-то время могут появиться на некоторых розах бутона. Это бывает даже раньше, чем розочка готова к тому, чтобы присадить ее в горшок, ну, или вот так, в каком виде она будет продаваться. Мы не спирты по розам. Мы просто их любим. И мы стали изучать розы, которые зимуют у нас в Ленинградской области, хорошо растут, которые радуют, за которыми, как все, боятся, что вот они там замерзнут, они там, не знаю, не зацветут. То есть те розы, которые максимально подходят нам по климату, которые нас будут радовать долгое время. И у нас как раз в питомнике находятся порядка 300 с лишним сортов, которые, они у нас растут, которые требуют минимального ухода. Вы сами понимаете, у нас, не знаю, там сколько, более трех тысяч роз в питомнике, не считая те, которые на продаже, порядка пяти тысяч, за которыми у нас ухаживает очень маленькое количество людей. То есть это максимум, это обрезка после зимы, обрывание от свевших соцветий, периодические подкормки, все. То есть на этом заканчивается все. Осенью укрываем. И то не все. Есть часть роз, которые мы не укрываем. Это зимостойкие сорта, которые мы тоже очень любим, которые цветут так же шикарно, как и другие розы. Кстати, вот была лекция в Европланте. Как раз поезжала Лена Лисеева, рассказывала про неукрывные розы. Кто еще не видел, может посмотреть на страничке. Там люди очень удивляются. Никогда все почему-то считают, что гибриды ругос неукрывные, что это обыкновенный цветок, который растет вдоль обочин. И вот это шиповник, элементарный шиповник. На самом деле это шикарные бутоны, махровые, которые цветут круглый сезон, которые не требуют укрытия. И самое приятное, поскольку сейчас любят здоровые экологические продукты, можно собрать с них плоды и заваривать себе чай или сделать какие-то там желе. Недавно рассказывали, что они очень хорошо содержат. То есть в принципе все. Все в одном флаконе. Красота, аромат и минимальный уход. Поэтому их бояться не надо. Просто надо знать, как за ними ухаживать. Сейчас немножко уведу вас от питомника. Потому что на самом деле, во-первых, мне очень приятно, что мы познакомились. Во-вторых, зато небольшое время знакомства вы не пристаете удивлять. Вы успеваете заниматься ландшафтом. Вы так или иначе занимаетесь производством. Производство перетекло в некую продажу. У вас есть шоу-гарден, у вас своя студия, где вы обучаете, читаете какие-то лекции, вы занимаетесь так называемым ландшафтным туризмом. Откуда? Вот у меня на самом деле было представление, что у вас, наверное, в штате человек 15-20. Я ожидала в этом помещении увидеть эти 15-20 человек, который, наверное, скопом всем занимается. Насколько я понимаю, у вас действительно очень мало. Вы, Ирина, девушки, может быть, еще 2-3 человека максимум, которые подсобники. Тем не менее, столько энергии. Откуда? Объясните, пожалуйста, откуда? Потому что мне всегда казалось, что производство отнимает все силы и уже ни на что другое не хватает. То есть либо ландшафт, либо питомник, либо это курсы, либо путешествия. Вас хватает на все. Спасибо, конечно. Очень приятно, когда тебя хвалят. Да, нам действительно хватает. Ну, если честно, хватает. Хватает ли на семью? На все. На семью? Ну, семья, да, семья сопровождает нас в работе. Нет, на самом деле, если вот вы представляете, да, там, ну, вы тоже работаете, там, питомник у вас, да, как говорится, век недолог питомника. Снег выпал, питомник закрылся, что делать зимой? А зимой скучно, надо что-то делать. Вот. И поскольку все-таки люди, которые занимаются ландшафтом, имеют питомник, через них очень много проходит людей. Ну, то есть, они приходят, ты с ними разговариваешь, объясняешь им, как сажать, как что. И вот в процессе вот этих вот всяких обсуждений, то есть, собралась какая-то группа, которая говорит, а почему бы вам не рассказать нам вот это вот на таком приличном уровне про школу? И мы, значит, думаем, а действительно, почему? У нас есть люди, которые про это хорошо знают, плюс у нас есть опыт. Ну, вот. И мы вот организовали школу, в которой собираются люди. В основном это связано с розами. То есть, это как вот, не знаю, даже школа, что ли, там можно 10 классов. Потому что чем больше их изучаешь, тем меньше о них знаешь. Ну, это, в принципе, как и обо всем. То есть, сначала вы думаете, что розы есть только красные, вот с такими бутонами, потом оказывается, что они есть похожие на гортензии, а есть, оказывается, ругозы, которые не все растут около забора. Ну, вот. И оказывается, еще есть авторы, что вот английские сорта, они у нас лучше, а американские они красивее. И вроде бы должны быть устойчивы, но они на нем не подходят, потому что там суша, чем у нас. А у нас влага, значит, мучнистая роса там и все такое. Вот. И люди это хотят знать. И самое интересное, что мы сами это хотим. Наверное, что если бы нам это было неинтересно, наверное, может быть, мы этим не занялись. Потому что, приглашая людей, мы сами присутствуем на этих лекциях. И, соответственно, обучаемся. Ну, вот. А то, что касается поездок, ну, вот, началось все с того, что мы поехали первый раз в Рундаль. Нас пригласил Янис в Латвию. Он говорит, приезжайте к нам в гости, посмотрите Рундаль. И группа единомышленников, которая уже была на тот момент, мы собрались, поехали. Ну, так, сорганизовались. И действительно, получилось все очень замечательно. Когда едут люди, ну, как бы, одинаково любящие то, что не совершенно какая-то группа, которая собирается там, не знаю, в туристических каких-то агентствах, то есть совершенно непоятные люди. А тут люди, которые четко занимаются розами, которые их любят, которые хотят посмотреть. То это такой, не знаю, драйв, это интересно. То есть все бегают, а посмотрите вот на это, посмотрите на это. И постепенно, вот, как-то вот, а потом ехали обратно, говорят, а давайте съездим вот туда. Кто поедет? Все поедут. Ну, давайте, значит, а что он не съездит? Тоже же интересно. Мы поехали туда. Ну, это как, знаете, как вот, когда дружная семья есть, да, вот они везде, где-то по всему миру путешествуют, они знакомятся, они, и вот, и семья наша разрастается, и вот теперь, я так понимаю, она стала еще больше. Ну, вот, благодаря вам, да, и это не является нашим каким-то бизнесом, это является нашим хобби. Ну, наверное, вот мы тут раз с Ириной обсуждали, что так, но, наверное, большой плюс, то, что наша работа, это, наверное, больше наше хобби. Вот, то есть, вот мы так к этому, наверное, относимся, поэтому, вот, хватает, наверное, энергии. То есть, мы не делаем то, что нам не нравится. А есть голубая мечта? То, о чем, вот, ну, вот, ради чего это все? Это конкретно у меня? Да? У вас, или у вашего питомника, или у вашего коллектива? Вот, голубая мечта, вот, ради чего? Ну, если честно, не очень я сильно задумывалась, но вот мне лично, вот я про себя просто скажу, мне всегда обидно, почему все везут с Польши, с Голландии, почему у нас не выращивают, потому что многие растения, там, у нас прекрасно растут, размножаются, не знаю, черенкуются, семенами, там, те же розы, там, не знаю, то есть, ну, есть определенный, какой-то, конечно, набор растений, ну, если для меня, да, как вот по работе, ну, по специальности, скажем, да, по моей, а по жизни, не знаю, наверное, все-таки работа, это основная часть моей жизни, там, как бы там, как бы это может быть не очень грустно, где-то звучит, да, то есть, семья это хорошо, но она все равно где-то на первом месте работа, потому что, то есть, коллеги по работе, это, это семья, в первую очередь, я даже не знаю, не то, что коллеги по работе, да, просто, вот, не знаю, как вам объяснить, значит, уже попробую, значит, вот ландшафт, да, вот вы приходите на участок, и вот там ничего нету, человек говорит, я хочу, чтобы было красиво, вот он пришел, что вы хотите, я не знаю, красиво, вот как многие ходят в парикмахерскую, сделайте, чтобы я была красивая, и мастер, он должен вас хотя бы немножко знать, для того, чтобы сделать вам приятно, да, то есть, может быть, для кого-то это будет некрасивая прическа, а вам это понравится, так и в ландшафте, вот вы приходите, вы знакомитесь с хозяином, что он любит, какие у него предпочтения, все, какие-то терки происходят, и потом начинается вот эта вот, ну, я там, техника, не техника, лопаты, земля, грунт, какие-то горшки, все, и потом раз, сказка, и сказка, и вот ради вот этого мы работаем, то есть, вот когда ты приходишь, когда тебе хозяин говорит, спасибо, так здорово, я не ожидал, это так здорово, а вы сделайте у моих друзей так же, и вот, вот, вот. Вот это самое главное, да, то есть, ну, может быть, где-то мы у альтруиста в каком-то смысле, да, то есть, ну, вот для нас это самое главное, что, ну, я не знаю, как это назвать, но вот главное получить вот этот конечный результат. Это называется professionализм. Ну, может быть, то есть, главный конечный результат, и вот ради этого мы работаем. Здорово. Если вы не против, Мы, ну, во-первых, мы летом приедем к вам, весной. И я очень надеюсь, что мы вместе будем действительно путешествовать. И наше общение и сотрудничество будет плодотворным. И мы действительно очень рады, что мы вас нашли. И надеюсь, что вы будете рады, что нашли нас. Вот мы... До скорых встреч, да? Мы очень рады. Приезжайте к нам в гости. И будем, и привозите с собой много людей.